Одна из самых важных вещей в интерфейсе хиллера, это фреймы рейда или пати, на которых этот хиллер видит множество всякой вкуснятины. Ну и в принципе, если человек просто не хиллер, а ему нужно контролировать, что происходит с рейдом, пати, то отображение этих фреймов и то, как они отображаются, это тоже очень важно. И, конечно, есть энтузиасты, которые пользуются стандартными фреймами от Blizzard, и как-то там их, может быть, донастраивают, если они играют на очень высоком уровне, потому что без донастройки это прям сложно, там через векауры, через дополнительные скрипты, еще как-то. Но большинство все-таки пользуются аддонами. Правда, проблема заключается в том, что до недавнего времени не существовало ни одного нормального, полноценного, удобного аддона для хиллеров. Те, кто считают иначе, я ближе к концу видео, там, по таймингу можете перейти, посмотреть, типа, чем старые аддоны плохи, и я там по новой порассказывать сейчас не самое главное. Но, как я сказал, до недавнего времени, потому что я совершенно недавно узнал про новый аддон, который называется Cell. И несмотря на то, что у Cell на данный момент в Курсфорже всего 500 тысяч скачиваний, для примера, у Voodoo 20 миллионов скачиваний, несмотря на это, я вам практически со стопроцентной вероятностью могу сказать, что именно Cell в ближайшее время будут пользоваться практически все хиллеры. Ну, кроме, там, всяких извращенцев, может быть, которым это, допустим, просто не нужно, это, вот, дополнительное вся классное удобство. В принципе, на него уже переходят, про него рассказывают блогеры англоязычные, крупные, которые делают контент для хиллов. На него переходят, там, всякие стримеры, игроки и хиллеры топовых гильдий тоже уже, если открыть, то видно, что они хилят через этот Cell. И это действительно прорыв, то есть, ты такой смотришь и такой, да, господи, наконец-то они сделали все просто, что можно было. И это так удобно, вы сейчас это просто увидите. У меня есть самый популярный на RU языке гайд по настройке Voodoo, и он длится 50 с чем-то минут. Посмотрим, сколько будет длиться это видео, я пока не знаю, и в нем я подробно расскажу, как настраивать все в аддоне Cell, и как там что сделать. Хотя, на самом деле, я вот просто его открыл, запустил настройки, и я практически сразу все нашел сам. Потому что, о господи, как это удобно, просто я, у меня слезы счастья текут, наконец-то появилось то, чего так не хватало всем хиллам. Кстати, этот видос без рекламы, так что, если хотите поддержать, там будет Patreon, ссылочка в описании, ну или просто лайки, подписочки, тоже будет очень приятно. Итак, вы устанавливаете аддон Cell, и его настройки открываются командой Cell Opt, ну там еще через кнопочку открывается, короче, стандартно, неважно. И здесь все, вот он такой маленький, тут кажется, что вообще ничего нет, еще одна вкладка About, которая вообще типа не к силу, в общем, вот это все, и здесь есть все. Первые настройки стандартная фигня, это скрытие близовских фреймов, вот это вот Tooltip, это то, что вы когда наводите курсор, отображается Tooltip, то есть, если вы наводите его так, видите, Tooltip снизу справа не отображается. Включаем, отображается, можно скрыть отображение Tooltip в Комбате, этого тоже, кстати, не было в некоторых аддонах. Можно даже настроить, где будет отображаться этот Tooltip, вот это все здесь быстренько. Позиция, это имеется в виду вот именно фреймы сами, ну у меня тут пока один я, потом сейчас мы будем настраивать, я включу тестовый режим, там будет много игроков. Можно выбирать, где будет вот эта вот кнопочка красная, которая, кстати, тоже открывает, закрывает настройки. Можно настроить отображение другого никнейма своего, я не очень понимаю, зачем это надо. И, видимо, другие игроки тоже могут выбрать свой другой никнейм, если у них есть этот аддон, то оно будет отображаться вот так вот. Это уже какие-то извращения не особо нужные. Вот тут большинство настроек, это если у вас там что-то криво обновляется, там информация по другим игрокам, можно попробовать ставить эти галочки или убирать. На самом деле их лучше не трогать. Кроме последней галочки, транслит кириллицу, ну, короче, можно кириллицу превращать в латиницу, потому что кириллица по дефолту отображается квадратиками. Если у вас какой-то шрифт, который вам очень нравится и он не поддерживает кириллицу, и вы играете, допустим, на англазичном серваке, как я, можно просто эту штуку поставить. Но я выбрал просто шрифт, который отображается. Тут уже столько настройок в первом... Ну ладно, это все не важно, на самом деле, эти все настройки для хела не так важны. Дальше здесь... Я даже, наверное, описывать не буду, чтобы было короче. По факту вы просто здесь настраиваете настройки самого аддона, вот размер этого окна. Здесь текстурку, которая отображается у вас на фреймах. Ну, это стандартные штуки, это настройка стандартных цветов там всяких абсорба и прочее тут написано. А это настройка, каким цветом будут отображаться дебафы. Где они будут отображаться, это мы позже настроим. То есть это общие настройки, они просто вот так легко все засунуты. Потом я вам покажу, в чем фишка. То есть тут настройки разделены на те, которые как бы общие и логично, чтобы они были. Да, тут, кстати, сразу смотрите, вот справа, да, есть превью. То есть вы все видите, как вот то, что... То, что можно настроить в этом меню, вот здесь справа отображается и сразу видно, как оно выглядит. Следующая настройка кликастинг. Это важная штука для хилов, чтобы вы могли просто наводить курсор на фрейм, нажимать кнопку и что-то происходило. На самом деле эта настройка сейчас включается у Близзов по стандарту. Кстати, скажу, если вы хилер и пользуетесь Бартендером, то Бартендер ломает эту настройку. И нужно писать отдельно скрипты, макросы, извините. Я, наверное, макросы у себя в Дискорде выложу. Там в разделе всякое важное. У меня есть несколько макросов. Макросы на то, чтобы просто хилить по курсору, если вы хотите оставить Бартендер. Это именно Бартендер ломает. Так оно все работает. Оно ломает не Бартендер и Цел, а просто Бартендер ломает стандартный хил Близзов по маус-оверу. Короче, кроме того, у Близзов есть такая бага замечательная, которую они не фиксят уже 20 лет. Она связана с тем, что когда у вас курсор над рейдовыми фреймами, и вы нажимаете кнопки мыши, которые вот именно не там какими-то скриптами забиндены, да, кнопкой мыши вверх, кнопкой мыши вниз, ну вот эти вот боковые. Они не работают. Они просто не работают. То есть у вас может быть, допустим, там сейф или хилл поушен на эту кнопку, или любая другая кнопка, скилл, и оно просто не сработает, если у вас курсор над фреймом. И это тоже можно пофиксить здесь. То есть вы просто вот, допустим, на среднюю кнопку мыши кидать вот эту хрень. Вы это вписываете, и как бы оно теперь будет работать. Ну и заодно оно будет работать как мобзовер. То есть вы навели на конкретного члена пати, нажали кнопку, оно кинулось. На самом деле здесь, ну какие-то хиллеры очень активно этим пользуются и делают вообще весь хилл через вот эти настройки. И вообще не настраивают там ни по маус-оверу близовски, ни макросы пишут, которые я вот рассказал вам скину. А просто здесь это все сделать. Это достаточно легко. Но тут есть минус в том, что это будет работать только с рейдфреймами. То есть если вы, допустим, захотите вот в этого стражника кинуть хиллку, видите, по маус-оверу, то это уже как бы цел тут ни при чем. Поэтому что это не рейдфреймы. Маленькое добавление, я вчера был в рейде и обнаружил, что цел автоматически добавляет нпс, которых надо хилить в некоторых энкаунтерах. Он их автоматически добавляет в рейдфреймы, чтобы их было видно. Но это работает только с теми нпс, которые близовским интерфейсом как бы выводятся. Вот они теперь не выводятся в близовский интерфейс, а цел их присасывает к рейдфреймам. Это тоже суперудобно. Дальше, ребята, начинается самая вкуснятина. Практически во всех, да во всех, на самом деле, хилловских аддонах есть профили. И эти профили, они включают в себя абсолютно все настройки. Вот эти, вот эти, вот эти. Ну, которые у вас по дефолту будут по-любому одинаковые. Для вашего, ну, типа вам привычно, да, вот так вот. И потом вы настраиваете, что когда у вас там в патте столько-то человек, или там, когда вы находитесь в той-то зоне, там, в инсте, в рейде, в мифике и так далее. У вас загружаются разные профили. И вам нужно каждый профиль настраивать отдельно. В цел, в этого всего нету тупого гемора. Вы просто выбираете пресеты. Вот тут вот есть пресеты, да. Вот как называется пресет, который включается во время определенной активности. Вот здесь вот выбирается. Вот эти вот 20 пипл, 5 пипл и 40 пипл. Это я просто сам название сделал. И я вот выбрал, что для соло у меня включается, когда я соло, 5 пипольный пресет, когда я в патте 5 пипольный. Ну, вы поняли. И дальше вы просто вот здесь вот выбираете эти пресеты и настраиваете для них здесь все, что касается размера фреймов. Только это. То есть это невероятно логично, потому что практически всегда все, что вам нужно от фреймов, там потом еще будут дополнительные настройки, не пугайтесь, кто замороченный хиллер. Но практически всегда, что вам нужно от фреймов при разном количестве игроков, это чтобы они становились разного размера. И вы просто это здесь настраиваете все. Плюс здесь можно сделать превью. То есть вы выбираете, сколько у вас групп. Какие группы отображаются. Видите, вот так включаете все. Включаете превью, типа, отображать в патте, отображать превью рейда, отображать... Ну, все, тут других вариантов нет. И для каждого этого самого настраивайте, и оно вам все показывается, как выглядит. И вы все это можете, типа, настроить индивидуально. Из интересного здесь еще есть, что очень удобно. Вы, во-первых, можете этим поделиться, я только что сейчас это обнаружил. Ну, тут создается новое, можно переименовывать, можно удалять, можно, собственно, просто делиться вот именно своими настройками именно этой штуки. Плюс ко всему есть удоб... Смотрите, есть, допустим, сортировка по ролям. Но это типа, чтобы когда вы... Опять же, давайте я включу там, допустим, пати, и я ставлю пати пресет. И вот так вот, да? Чтобы танк был первым, хилл вторым, а потом были дамагеры, например, вот здесь вот, да? На этой штуке. И это настраивается, смотрите. Это просто как будто мы в будущем. Я не понимаю, почему раньше так было. Просто берешь и перетаскиваешь, просто так, пумц, и все, и перетащилось. Не надо там какие-то выдумывать сложные сортировки, там, по алфавиту, еще что-то. Просто берешь, так, пумц, и перетащил. И все. Ну, и тут все размеры, собственно, тут все понятно. Это просто выбор размеров. Дальше, если вы думали, что сейчас удобно, вы офигеете. Следующая вкладка индикаторы. Это просто отвал башни, ребят. Я вам сразу гарантирую. Во-первых, сразу есть превью, как это выглядит. Во-вторых, здесь есть вот индикаторы всего, да? То есть вот все, что может выводиться на фрейме, здесь вы просто выбираете. Это можно выключить, каждое это отображение. То есть вот, допустим, корона рейт лидера. Вот ее можно выключить и включить, чтобы она вообще не работала, да? Весь этот пресет. Для каждого этого индикатора есть свое отображение. Допустим, для престов важно знать, когда у союзника меньше ХП. Ну, типа, меньше определенного процента ХП. Чтобы можно было... По-моему, 35, кстати, надо процентов, а не 30. Не помню. Ладно, неважно. И вы можете здесь... То есть это есть. То есть поддержка. Ты включаешь, у тебя появляется полоска. Ты видишь, что появилась полоска и используешь ее. Можно... И причем это не все. Ты можешь добавить несколько полосок, пацаны. И будут показываться последние. Ну, то есть, как бы, если, допустим, больше 20, но меньше 60, показывается это. И так далее. Можно их сделать, если их там незаметно, можно их сделать шире, эти полоски. Это просто отвал башки. И это, конечно же, не все. То есть, что тут есть еще? Ну, тут отдельно вот всякие пауэры и так далее можно отображать. Можно роли отображать. Можно вот агро. И это все двигается можно. Квадратик, что на цели агро, можно тоже двигать. Аое хилинг еще отдельно тут отображается, когда в цель идет аое хил. Чтобы ты, видимо, видел, кого задевает твой аое хил. Дебафы все от... О, про дебафы мы сейчас поговорим еще отдельно. Про бафы, да. Сейвы. Хилу важно знать, когда на человеке уже кинут сейв. Или когда человек прожал свой сейв. И это все выводится. Естественно, это не надо отдельно настраивать. Хотя в некоторых аддонах, кстати, старых хиллерских тоже не надо. Но ты посмотри, как тут удобно все. Ты просто берешь и выключаешь. То есть, тебе не нужен какой-то сейв. Ты взял его и выключил просто. И все. Ну, естественно, тоже тут размер. Как оно все двигается. Какие-то еще цвета дополнительные. Есть еще дефенсив кулдауны. Это личные сейвы. Да, определенно, это личные сейвы. Их тоже можно так же включать-выключать. Классно. Есть еще... Вот это я, честно говоря, не знаю, что такое. Но это не самое главное. Если вы хил, то вам важно знать, помимо того, что у танка там есть сейвы и нету. По КД танковских обилок действительно можно смотреть, насколько у танка все плохо. И понять, что его надо хилить. Это в мифе плюсах в основном актуально. Но здесь еще видно вот эта вот полосочка отдельно. Она чекает все танковские там типа, ну, бафы-проки, скажем так. И она показывает, когда у танка что-то хотя бы прожато. Это типа значит, что у танка что-то включено. И, по идее, его не должно убить. То есть, если вы знаете, что сейчас танк убьет. И вы видите, что у него нет этой полосочки. Ну, то надо, наверное, на сейвы посмотреть. Подумать, успеет он что-то нажать или нет. В смысле на танковские сейвы. Это уже там КД надо выводить отдельно. Вот. Но, в принципе, эта полосочка, она очень тоже информативна. И это еще не все. Диспелы. Помните, мы там цвета настраивали? Вы можете настроить, чтобы отображалось, да, только то, что вы можете диспелить. Там, в зависимости от выбранных вами талантов, оно отображается вот так вот красивеньким градиентом снизу. Очень заметно. И при этом не засирается весь фрейм. И при этом еще остается значок, ко всему прочему. И можно еще сделать отдельно хайлайт. Можно убрать, во-первых, штуки, которые не надо диспелить. Ну, типа, есть дебафы, которые нельзя диспелить. И вы тут можете это добавить. Тут есть свой блэклист сразу автоматически. Ну, и настройка градиента, кстати говоря. Оказывается, да, я даже не видел прикольно. Блин, офигенно. Жесть. Просто, это просто, ребята, это просто волшебство. Ну, и настройка всего размера. А, еще фрейм левел. Это, ну, во-первых, если у вас все будет хорошо настроено, то вам это не нужно. Но, в принципе, если вы каким-то образом настроите плохо, допустим, много всяких показателей вы настроили вот в нижний правый угол там или куда-то, да. Ну, в случае с диспеллами и градиентом тут очень хорошо видно плохой пример, но я на нем объясню. Все вот эти вот настройки индикаций, у которых фрейм левел меньше 15, они, типа, будут под этим слоем этих вот, вот именно этого градиента и прочего. Ну, или там других индикаторов. У которых выше 15, они будут выше. То есть, допустим, если нам там какие-то дебафы наверх вынести. Ну, они по дефолту тут так и настроены, на самом деле, с умом. Но вот можно так еще дополнительно настраивать. Дебафы. Отдельный блэклист дебафов, которые не нужно выводить. Дебаф от Бейла, там дебаф от того, что человек мертвый, ну, в призраке, от большого количества дебафов. Отдельно большие дебафы. Я, честно говоря, не знаю, какие тут именно и так сходу не могу сказать. Но, в общем, можно настроить отображение больших дебафов. Вот я внезапно не очень, честно говоря, в этом компетентен. И, конечно, отдельная настройка всего. Рейдовые дебафы. Вот тут, видите, я чуть-чуть вправо сместил, чтобы они не мешались. Рейдовые дебафы. Смотрите, они отдельно вот в следующей вкладке настраиваются. А, да, я забыл. Блин, а то все круче и круче. Короче, все актуальные инсты, все актуальные рейды. Просто открываете и смотрите вообще все, что есть. И, типа, если вы включаете, то это считается рейдовым дебафом. Ну, или выключаете, если оно вам не нужно, да. И оно вот здесь вот в рейдовых дебафах будет отображаться. Кстати, если вы вдруг подумаете, что мне когда-то это надо, когда-то не надо, в зависимости от того, в какой я активности. Смотрите, у нас возвращаются вот эти вот профили, которые мы сделали. То есть эти профили, 5-пипольные, там 20-пип, ну, это я их так называл, повторяю. То есть вы их называете как хотите и там выставляете для чего какой профиль. Они касаются только тех вещей, не всего аддона, там, всех настроек сразу, и вы потом геморройтесь с тем, чтобы это все настраивать, когда вы одну настройку ввели. А они касаются именно тех вещей, которые вам нужны вот конкретно размеры и конкретно отображение всяких там дебафов, бафов и прочего. Это еще не все, кстати говоря, это еще не вся вкуснятина. Есть отображение того, что в человека кастуется каст. То есть тут вот есть лист, можно добавлять свои. Это там для мифик плюсов, ну, и не только в рейдах тоже, когда вам нужно знать, что в человека кастуется какой-то сильный каст, и вам, допустим, ему сейф надо сделать. Или там приготовиться его диспейлинуть быстро или еще что-то такое. Все тут выделяется, настраивается отдельно свечение, что в человека кастуется. Ну, можно, естественно, все настройки тоже сделать там больше и так далее. Просто невероятная вкуснятина. Есть еще вот такая штука, на которую, честно говоря, никогда не обращал внимания, но оно, типа, показывает, что чувак прожал хэс, пот, тут что-то монопот, и видите, тоже еще своя индикация. Кстати, тут еще, смотрите, для пвп-шеров контроли от, ну, видимо, ну, чтобы видеть, в кого сдали контроль. Это пвп-фу, это нам неинтересно. Значит, дальше. Самая вкуснятина. Практически во всех аддонах есть такая, вот этих хилерских, есть проблема, что вы не можете гибко настроить свои личные бафы, хоты, там, вы даете какой-то конкретный сейф именно от вас, и вы хотите, чтобы это отображалось так, как вы хотите. Здесь вы можете сделать все, и вы можете настроить это куда угодно. Вот у меня есть две позиции, ну, тут выглядит так, как будто засорено, но у меня вот здесь настроены только два, то есть моя вот эта вот, вот видите, отображается на фрейме. Такая штучка, типа, ну, престовской ходкой, не знаю, как это сказать, прыгающей. И, собственно, если API даю, то API тоже отображается. Вот, все, больше здесь нету. И сверху слева у меня там одна была реню настроена, но это сейчас не актуально для престов, не сути. Ну, вот я настроил свободные места, чтобы оно, собственно, отображалось. И вы можете это выдвинуть куда угодно, вы можете туда добавить какие угодно бафы, какие угодно дебафы. То есть вы просто делаете вот здесь create, типа, делаете, ну, что-то, да. И вы выбираете, во-первых, с кем кастовано, ну, только обязательно вами или неважно, по имени там и так далее. Сюда можно вбить айдишник, можно вбить несколько айдишников, и тогда будет список, вот как у меня здесь. Видите, у меня два добавлено. И все. И выбрать, собственно, где это находится, как оно отображается, там, цвет текста еще дополнительно, и куча всякой фигни дополнительной. Но и это еще не все. Вот вы, допустим, настроили что-то кастомное, там, или где-то здесь, да, или здесь, или вы все настроили. И потом вы создаете, допустим, новый профиль. И, опять же, вам бы пришлось в любом аддоне, если вы хотите что-то в одном профиле настроить одним образом, что-то другое другим образом, вам бы пришлось это копировать целиком и потом настраивать руками. Здесь вы можете нажать кнопку копировать, выбрать из какого профиля вы хотите скопировать в какой, и потом выбрать нужные вам пункты. Вы представляете себе, что это просто... Это не то, что будущее, это гига-будущее. Ну, в моем случае я на все как бы профили просто скопировал вот эти вот свои. То есть в одном профиле делаешь настройку, потом копируешь. Изменил что-то, скопировал. И все. То есть буквально этот аддон... Есть вот еще вот такая хрень, ребят, но... А, нет, я разбирался, что это такое, я вру. Я просто у меня, так как я в рейды не хожу, я не знаю, но... Ну, не было возможности потестить. Эта штука, когда вам кто-то что-то пишет в личку. Это раньше делалось через Викауру. Это есть в этом аддоне. И вы кидаете там InnerVate или еще что-то. У вас фрейм этого человека загорается. Появляется, видимо, возможность кликнуть. Ну, в общем, это все автоматически здесь происходит, скорее всего. И дисплей автоматически происходит, если там у вас какой-то сложный рейдовый энкаунтер, когда каждой там распределено, кто кому виспает для дисплейла и так далее. И это все. Я вам сейчас показал все настройки. И они супер гибкие, и они супер удобные. Давайте для примера сравним это с Voodoo, которым я пользовался несколько лет до этого. И на самом деле Voodoo это самый гибкий. Он не самый удобный. Тут ужасный интерфейс. Типа, посмотрите на это, камон. Но он самый гибкий аддон в плане настроек. Я знаю, там есть люди, которых советуют грид или хилбот. И хилбот я, честно говоря, не пробовал. Но, насколько я понимаю, все-таки он действительно менее гибкий, чем Voodoo. Грид 100%. Там нет вот некоторых штук. Отображение там, вывод бафов, дебафов и так далее. Смотрите, здесь, то есть вот здесь столько вкладок у Voodoo. И в каждой вкладке, ну не в каждой, но в части вкладок есть еще подвкладки. И они делают буквально все то же самое, что мы видим в цел. Плюс ко всему Voodoo иногда глючит. Плюс ко всему Voodoo, если у вас он уже установлен, он типа привязывается к языку. То есть если вы на русском его установили, он там сгенерил все вот эти вот бафы. Он их не по эдишникам генерит, а по именам. И вообще он по эдишникам иногда тоже глючит, криво работает. И оно если на русском сгенерило, вам типа, если вы зайдете на английский сервер, никак только руками писать заново. Это супер тупо. Здесь есть такая штука, как букеты. И букеты это на самом деле аналог. И тут им приходится руками выводить, допустим, всякие рейдовые сейвы, да, танковые кулдауны. Вот это вот все. Причем тут почему-то не все танковые кулдауны. В то время как здесь, во-первых, их больше тупо. Где у нас личные сейвы? Тут личные сейвы, они не только для танков, они в принципе для всех. Ну, танковские тоже отображаются, естественно. И просто настолько тут меньше всего, настолько удобнее делать вот эти вот, опять же, букеты. То есть, ну, букеты это что такое? Вам, допустим, надо, чтобы у вас в одном месте отображалось несколько обилок. Там, хоток, я не знаю, несколько сейвов. И вы это все здесь руками делаете. Здесь то же самое, но вот так вот удобно делать список. Вы это можете двигать куда угодно, потому что здесь единственное, оно может располагаться. Я вам сейчас покажу. Вот здесь вот. Плюс это хрен найдешь, где настраивать на самом деле. Поэтому у меня и гайд на Вуду на 50 минут. Это вход Icons настраивается. И вы вот здесь вот можете выбирать букеты. И они могут быть расположены только либо вот так вот, либо вот так вот. Все, типа фиксированные места. Больше. Я не знаю почему. Ну, то есть, это как бы достаточно много позиций и возможностей. Но все, других нету. Дебафы здесь у Вуду есть вроде как кастомно. Можно выводить, но они тоже хреново добавляются. Тут вроде есть по идишнику, но они не всегда работают почему-то. Ну, у меня... Я долго пользовался Вуду. У него действительно много технических проблем. Я думаю, что практически все хиллеры, кто Вуду пользовался тоже на постоянке, они знают, что он иногда глючит и ты просто не понимаешь, что происходит. Вот здесь вот настройка всех этих болезней и так далее. Это... И как раз этим и хорошо, что у Целла сделано, ну, вот этим градиентом. Ну, и да, как я сказал, здесь все профили, они просто вот вам надо заново каждый профиль делать. В общем, да, в Целл есть абсолютно все функции, которые мне были нужны от рейдовых фреймов. А мне было нужно за все время очень много разных функций. И все их выполняет Целл легко. И в нем нету вообще никаких лишних... Ну, ладно, тут есть вот какие-то вот некоторые отключенные штуки. Там, квик-ассисты, еще что-то, чем я никогда не пользуюсь. Но в основном здесь все супер только важное. Очень удобная настройка, очень удобное копирование настройок из одного профиля в другой конкретно фиксированных. И это... Это будущее. Как я и сказал в начале видоса, я практически на 100%. В целом будут пользоваться все хиллеры. Поэтому я решил, что надо сделать на русском языке такой видос, гайд по нему, чтобы вы все знали. Потому что мне про него один зритель какой-то рассказал. Я даже не верил. Когда он сказал, я посмотрел там 500 тысяч скачиваний у аддона. Я думаю, ну, опять там... Мне, допустим, грид много раз советовали. Но грид просто по сравнению с нормальными мощными хиллерскими аддонами это ничто. И потом, когда я поставил Целл, я посмотрел на него. Я такой, ну, это просто смешно, типа. Тут 4 вкладочки каких-то. Ладно, 5, 6, 7. И как в них можно засунуть все то, что мне надо, подумал я. Но можно! Шикарно. В общем, надеюсь, были люди, которым это видео пригодилось. Пользуйтесь. У меня в Дискорде будут в разделе всякое нужное там парочку макросов. Значит, что за макросы? Давайте быстро расскажу. Ладно. Просто макрос по мауссоверу, чтобы хилить, допустим, вот. Тут зажатым альтом я хилю себя, не зажатым, кого угодно. То есть вы не по фрейму хилите. Ну, то есть если вы мышку навели на фрейм, вы хилите на фрейм. Но вы можете также хилить вот просто чувака. Это нужно, если вам нужно, допустим, бежит ваш сагильдовец. Вы видите, что он сейчас в говно попадет. И вы просто не по фрейму, а просто так даете ему сейф. Или там ускорение какое-нибудь даете за монаха человеку. Просто, типа, по местности ориентируется, а не по фрейму. Вот эти макросы для этого очень важны. Хотя, повторюсь, это можно сделать близовскими, если вы не используете бартендер. Бартендер ломает близовский. Плюс еще будет скрипт, который включает, в зависимости от того, какой у вас выбран талант. Типа вот здесь вы пишете название одного таланта. Ну, обилки вообще на самом деле, а не таланта. Айдишник. Другого. И он, типа, если у вас есть это, то он будет кастовать это. Если есть это, то будет кастовать это. Видите, вот сюда вот, посмотрите. У меня вот это макрос вынесен, как раз написанный. Если я просто меняю спек на спек, в котором другая билка. Вот сейчас он сменится. Вот сюда вот смотрим, в нижний левый угол. И бынц, а билка другая появилась. Все. Это вот за счет макроса. Все. Большое спасибо всем, что посмотрели. Большое спасибо подписчикам на брусите в Патреоне. Благодаря вам выходят видосы, которые, не знаю, интересны мне и комьюнити. И неинтересны рекламодателям, скажем так. Вы большие молодцы. Огромное спасибо всем, кто поддерживает. И отдельное, конечно же, спасибо. Бехилидзоду, Сане ДНД, Анастасии, Марии и Снафи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok